Да, вот оно подтверждается официальным запросом, адвокат сделал. Я на тот момент уже находился в лагере, меня осудил суд на 4 года, отбыл уже наказание. И вот пытаюсь до сих пор доказать, что к этому преступлению я не имею отношения. В 2015 году был задержан сотрудниками полиции МОМВД города Балакова незаконным хранением наркотических веществ. Но это наркотическое вещество они мне и сами подбросили. Я был в машине, подъехали ко мне, перекрыли машину, чтобы я не мог уехать. Сотрудники полиции, и ГУМНов, и БОТов. Я все рассказывал на суде до этого также, что с закрытыми глазами езжу по парковке магазина ленты. Резко ускоряюсь, торможу, разворачиваюсь. Российский суд в лице Зарубина узаконил все преступления. По документам, вот есть доказательство, факт официально, что я по документам раньше был... А, заранее они меня оформили, а потом задержали позже. Получается, что тогда задавал вопросы суду, что же тогда намеревали сотрудники полиции отправить на экспертизу. А именно факт, что вот, как правильно вам сейчас скажу, сопроводительное письмо начальника ЭКЦ ГУМВД России по Саратовской области исследовать изъятое у меня вещество. Так, дело в том, что я еще не был задержан. Задержан я был 22.45 минут 10 июня 2015 года. А составлено было, как бы, я понимаю, вот так же официальный запрос на наш был ответен, что работает канцелярия МОМВД до 17.00. До 18.00. В пятницу до 17.00. Никак оно не могло быть составлено, это сопроводительное письмо. Второй факт. Суды также не учли лжесвидетельствование. Охрана магазина ленты, свидетелей, то бишь, согласно которой они вызвали путем нажатия тревожной кнопки. Также есть официальный запрос в управление неведомственной охраны, что никакое не было изъятия. Но сам факт тот, что изначально меня оформили, затем только задержали. Ни прокуратура, ни российский суд в лице Зарубина все проигнорировали. Второй понятой, который был у меня, когда при задержании, осмотре якобы, вот это незаконное все, он в итоге вообще в суд не приходил, он отказался. Мы потом встречались, ну, родные мои, ему сказал, я не пойду, меня полиция уже угрожала. Потому что они изначально все данные, ну, все подтвердили, как и было, на самом деле. Что, как я говорил, что этот полицейский мне положил в карман, так же записывали все. Потом у следователя все объяснения поменялись. И вот когда мы начали вызывать понятых, вот это с охраной, он как бы стал на сторону полиции, ну, может, напугали, я не знаю, ну, второй ясно сказал, что я не буду никуда ходить, ничего не говорить, дайте, я буду спокойно жить. Дело было возбуждено в самый последний день по сроку, как бы есть там 30 дней календарных. Они все протянули, чтобы исчезли все мои алиби. Когда мы уже запрос давали, сотрудники магазина дали, ну, у нас есть также официально, что у них срок хранения две недели. Потому что там был ложь, сразу было видно, когда он мне в карман ложил этот пакетик. Также была произведена запись полицейскими, в итоге которой она исчезла. Они сказали, что запись на запись наложилась, они там потом какое-то задержание. Там всего лишь есть 30-секундная у них запись, что я в наручниках стою. Еще я уже отбыл срок полностью. Чтобы реабилитировали мое имя, как говорится, очистили правильно, как вы, даже не знаю.